Уже в ноябре кировчане смогут погладить за ухом ручного льва Цезаря, увидеть мертвую петлю и сферу смерти. В Кировский цирк приехали знаменитые во всем мире братья-близнецы Александр и Аркадий Шатировы. Они привезли классический цирк с животными, мотоциклами и воздушными гимнастами. 9 фур оборудования артистам пришлось провести по миру, чтобы зрители лично увидели трюки, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса. Все подробности далее. Если для многих цирк начинается с манежа, то для братьев Шатиловых он начинается с декораций. Для того, чтобы цирковое представление состоялось в нашем городе, артисты привезли с собой 9 вот таких вот груженных фур декораций. И это не только декорации, а также свет, звук и несколько экстрим-установок. Огромное количество железных фур заполонило задний двор Кировского цирка. Подготовка к премьерному шоу идет уже несколько дней. Артистам пришлось перестроить манеж, довести до ума освещение, звук и входную группу. Теперь в привычном здании появился трамплин, огромный проектор и десятки страховочных канатов. Несмотря на то, что это кажется, что вот она так легко прыгает, тут очень сложный процесс. Тут нижние ее балансируют, не дают ей падать. А ее задача вот... У нас совместная работа идет. Качественно отойти и исполнить элемент, который зачастую, я как уже говорил, исполняется на пределе человеческих возможностей. Русская палка, именно так называется этот номер, на репетиции исполняют со страховкой. Перед зрителем артисты убирают все тросы. Этот акробатический трюк считается одним из самых опасных в мире. Гимнастка Ирина Голуб на протяжении 20 лет оттачивает прыжки под куполом цирка. Прыгают практически вслепую. Для эффекта регулярно добавляют новые элементы. В Кирове зрители увидят ее смертельное сальто. Без подготовки на русскую палку никого не пускают. Вообще у нас два часа на репетицию. Но при всего, да. Это потому что у нас очень много животных в программе, много номеров, и каждому надо порепетировать. Соответственно, при желании, а у нас его достаточно, мы стараемся заранее прийти, заранее сделать что-то. Если нам не хватает манежа, стараемся за кулисами покачать, потому что от этого зависит наше здоровье, наша безопасность. В подготовке каждого номера задействована вся техническая составляющая цирка. Авторы программы, братья Шатировы, лично проверяют оборудование. Железная конструкция, которая занимает почти весь манеж, шар смелости или мотосфера. Это не новый номер, но возродил его именно Александр Шатиров. Кировчане увидят металлический решетчатый шар, в котором ездят сразу три мотоцикла. При этом шар диаметра всего 4 метра, поэтому дистанция между мотоциклами достигает 15 или 20 сантиметров. В основном, конечно, в этом номере принимают участие спортсмены. Основа спорта – мотокросс на мотоциклах. И вот Дмитрий, Анастасия у нас достаточно уже опытный спортсмен, во многих побывали в соревнованиях, участвуют. Программа цирка Шатировых отличается большим разнообразием животных и высоким профессионализмом артистов. Здесь и акробатические номера, по-настоящему смешные клоуны, профессиональные акробаты и дипломированные артистки балета, участвующие в международных фестивалях мирового уровня. Звезда программы – добрый лев по имени Цезарь. Он легендарный участник кино и рекламных роликов и как артист объездил полмира. – Самый ручной, он уже у нас старенький, ну как старенький, скажем, пожилой, уже такой опытный артист, пожилой. Работаем мы с ним на поводке, он со мной работает, вернее. Но, правда, мы натягиваем специально капронную сетку по кругу манежа, чтобы в основном, чтобы зритель его не загладил до смерти. Львы, верблюды, белые лошади на арене. Вместе с ними выступают гигантские сетчатые питоны, которые достигают 7 метров в длину и способны проглотить человека. Уникальные животные для российского цирка. Сюрпризы в Шатирово готовят массу, но обо всех подробнее на премьере 29 октября.